Сегодня крупнейшая нефтяная компания России УАО «НК Роснефть» и ведущая российская бизнес-школа, высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, имеют честь объявить о начале нового совместного проекта в корпоративной программе «МБИ Роснефть». С приветственным словом выступает проректор Санкт-Петербургского государственного университета, декан высшей школы менеджмента, доктор экономических наук, профессор Валерий Сергеевич Катькова. Бизнес-школа не бывает без тесных связей, взаимовыгодных связей с бизнесом, с корпоративными партнерами. Вот, чтобы не быть голословным, я хочу сказать, мы с вами сейчас находимся в здании, которое целиком является результатом взаимодействия с корпоративными партнерами высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета. Когда-то в 1996 году нам передали это здание с условием, что ни одного рубля бюджетных денег в него не будет вложено для реконструкции. И в 2002 году мы открыли это здание благодаря тому, что в 90-е годы мы привлекли 6 миллионов долларов только от корпораций российских и международных для реконструкции этого здания. Поэтому, когда вы будете находиться в учебные и прочие дни в этом здании, увидите много табличек на дверях аудитории. Все эти таблички отражают вклад наших корпоративных друзей в проект реконструкции школы. Ну и сегодня у нас очень много разных механизмов привлечения и даже приращивания тех денег, которые мы получаем для развития школы. Но, безусловно, основное содержание нашей совместной работы с корпоративными партнерами – это создание дополнительной ценности для них самих, для развития их управленческих кадров. Я бы хотел с огромным удовлетворением сказать, что с 2007 года у нас очень быстро и продуктивно развиваются контакты с нефтяной компанией «Роснефть». Я только приведу несколько примеров того, что мы делаем вместе. Это и дни карьеры, в том числе и специальные дни «Роснефти» для наших студентов. Это гостевые лекции. Здесь мы обсуждаем и возможные написания кейсов, и, возможно, будут совместные исследовательские проекты. Сергей Михайлович Богданчиков является один из самых активных членов нашего попечительского совета, который, кстати, в этом зале за круглым столом собирается два раза в год. Сергей Борисович Иванов, вице-премьер правительства России, возглавляет наш попечительский совет. В общем, мы сегодня, открывая эту программу, которая, кстати, является не первой уже в нашем опыте разработки и реализации программ корпоративных для «Роснефти», надеемся, что вы сможете энергично, ответственно, заинтересованно в течение почти двух лет учиться здесь, на этой программе, успешно ее завершить, получить дипломы Санкт-Петербургского государственного университета высшей школы менеджмента СППГУ и, уверенно, усилите конкурентный потенциал компании «Роснефть». Я убежден, что это будет взаимовыгодно. Не буду скрывать, открывая любую программу, мы всегда говорим, что мы хотим совместно сделать огромные долгосрочные инвестиции, понимая, что все те, кто закончит эту программу, станут выпускниками нашей бизнес-школы. И я очень верю в то, что через два года здесь мы соберемся вместе, отметим вручение дипломов и дальше будем работать вместе, сотрудничать многие годы после этого. Но хотел бы подчеркнуть еще одну принципиальную вещь. Те преподаватели, которые придут к вам в аудиторию на все модули, это в основном штатные преподаватели высшей школы менеджмента. Как правило, это люди, все абсолютно имеющие очень серьезный международный опыт, как обучение, так и преподавание ведущих международных школ и бизнеса. Абсолютное большинство этих людей имеют сами практический опыт работы в бизнесе или активного консалтинга для международных и российских компаний. Но все программы для действующих менеджеров построены на очень активном внутреннем диалоге внутри групп. Насколько я знаю, вы представляете разные подразделения компании «Роснефть» и вот активизация и вашего диалога внутри группы, создание синергетического эффекта, она очень важна. Ну, могу только в заключение сказать успехов на экзаменах. Не пропускайте занятия. И последнее, вы приходите в эту школу учиться в течение ближайших двух лет. Все ресурсы этой школы, они ваши. Отдельно коллеги будут говорить про доступ к ресурсам библиотеки, к IT-ресурсам. Но хотел бы подчеркнуть, что школа – это прежде всего интеллектуальная площадка. Обратите внимание, во время ваших модулей, может быть, находясь в командировках в Питере, может быть, специально сюда приезжая, вы абсолютно желанные гости на всех наших внутренних мероприятиях. Это гостевые лекции, это конференции, в том числе с участием Нобелевских лауреатов. Каждый год здесь выступает или Джон Нэш, или Зельтон, и другие. У нас очень большие события происходят и в научной, и в научно-практической жизни школы постоянно. Следите за нашим сайтом. Еще раз хочу вас приветствовать в качестве студентов Санкт-Петербургского государства университета, высшей школы менеджмента. Позвольте поздравить вас с началом этой модульной программы, с фактическим открытием школы MBA для компании «Роснефть» на базе старейшего университета, Санкт-Петербургского университета. Хочу сказать, что я искренне завидую вам. Прежде всего, потому что вы оторветесь от рутины, узнаете что-то новое. Вот великолепный город, великолепный университет с традициями. И убежден, что будет очень много полезного для вас. Для нашей компании это тоже очень важный проект, потому что все вы знаете огромное количество новых проектов. Мы осваиваем новые регионы, восточные сети, шельфы. Огромные у нас программы по реконструкции наших заводов, всех наших объектов, нефтепродуктов обеспечения, нефтепереработки и добычи. И мы сталкиваемся с тем, что для реализации этих проектов, для всех планов компании, которая непрерывно растет, каждый день, каждый год улучшается, нам не хватает, у нас огромный дефицит в управленцах высокой квалификации. И, ну, если честно, конечно, здесь собрались ведущие руководители нашей компании. Казалось бы, вот, ну, чему еще вас можно научить? Ну, вот у меня, вот, поверьте мне, значит, вы найдете здесь что-то интересное для себя. Значит, два, я хотел бы сказать, что есть, возможно, два риска, как сейчас модно говорить. Ну, во-первых, есть такой парадокс фон Хайка, это Нобелевский лауреат, который говорит, что в таких науках, экономических науках, социальных науках практически нет закона. Как будто бы есть закон, да, но как только его начинаешь применять в какой-то конкретной стране или для конкретной организации, да, все меняется, все оказывается по-другому. Так вот, я хотел сказать, что то, чему здесь будут учить, или то, что вам будут рассказывать, вернее говоря, да, это, может быть, да и не удастся вам напрямую применить. Просто это будут какие-то идеи, да, вот какая-то база для того, чтобы вы уже начали думать о том, как это внедрить у себя на производстве, как применить на своих проектах. Второй риск состоит в том, что очень часто люди, как бы слушают курс, да, но обращают внимание только на то, что совпадает с их мыслями. И это тоже, знаете, очень большой риск. Значит, прошу обратить внимание на все, что, вот кажется, даже непривычным, странным, непонятным, смешным, я бы даже сказал. Все это будет, мне кажется, очень полезным.